привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить обливин последней серии мы связали с темным братством убив квартира который задолбал абсолютно всех с нами на связь вышел а какий который нас к сожалению не узнал но тем не менее нам нужно двигаться в таверну который нас находится вот тут вот и убить товарища убив которого мы собственно пройдем испытания туда мы сейчас и двигаемся это круто погнали есть мы остановились предыдущей серии все так же идет поганый дождь все так же лежит труп волка ибо не хрен как говорится с какая-ли погода конечно просто капец какой-то но тем не менее все равно неплохо тут красиво мне нравится скорее скорее мне тоже нравится но обливин мне нравится как выглядит достаточно приятно даже несмотря на прошедшие годы и главное обливин просто утыкан вот какими-то такими вот сооружениями при том что по большей части в них ничего сюжетно интересного не происходит сейчас мы зайдем и сюда мы там всю серию проведем или 2 и по сути ничего не произойдет мы там будем ползать полчаса возможно даже ничего хорошего не найдем эти просто так ради интереса заглянем все-таки любопытно мало ли может там что-то крутое я чувствую нежить много чего у нас может крыски крыски это хорошо ой по крыске на столах она нет а да и крыса дохлая так запомним понятно паук или краб это грязи крапа по моему чем тут делает шо так сейчас чуть-чуть подвину это немножко сдевает крысы иди сюда откуда в крысе вообще золото нам съела что летние за всегда это вот удивляло вот эти штуки мне сказали в имперском городе можно продавать тому коллекционеру который собирает у нас туэтки так куда упала что же за непруха то такая у нас кстати говоря так по моему уже достаточно не очень-то много еще один смотри как его размазала по страшному вот в этой части перевели нормально грязевой краб скорее как обычно потрудились над мозги и в итоге мы имеем то грязи краб злокрыс идиоты просто идиоты крабовое мясо офигенно не и вы знаете давайте мы тут останемся потому что вроде как тут интересно и не особо сложно кровище кругом но в основном дикие звери какой-то нежити там или чего-то вообще плохого не наблюдается хотя с другой стороны в тихом омуте тут крысу тоже пришибло похоже чем-то или кто-то ее убил ну-ка проверим местную систему ловушек ничего не сработало что-то мне подозрение как-то мне ссыкотно честно говоря туда в центр идти поэтому сядем поудобнее чтобы сейчас не рухнуть со стула мой но в принципе понятно что убил эту крысу ладно в центр не идем обойдемся блин хочется их взять и колется могут стрелы от уж не забираю хотя крабика тоже накрыла тихо 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 ай-яй-яй-яй-яй какая пакость а похоже в этом подземелье нашим основным врагом будет именно ловушки потому что здесь они какие-то вообще просто адовые ну ладно хоть чуть-чуть наличиться мы умеем и знаете пока враги слабы надо все-таки маленько потренироваться ближнему бою потому что нам дали клинок горе наконец-то наш любимое оружие в скориме а драться мы им вообще не умеем у нас вообще ближний бой просто в плачевном состоянии вот тишина ловушка тоже вроде как не видать маленькая крыска давай иди сюда щит кстати убрать надо бы глупо выглядит о какая-то маленькая даже забраться не можешь ведь я даже крысу не убиваю с первого удара это вообще просто куром на смех будем тренироваться на слабых врагах на сильных потому что бесполезно убивают с двух ударов так а тут какая ловушка интересно смотря какой призрачный свет у меня почему такое ощущение что активировал ловушку потому что все так вспыхнуло нет что же там так светит я пропустил проморгал вы бы лучше повысили мне навык нижнего боя клинки что-то просто порнография вот тихо-тихо чё я нашел кто вы такие расхитители вроде один кстати говоря какой-то да ну прям подо мной так сохраним сейчас мы его был убивать не неважен друг это враг друзей мы не ищем да он один добрый день ох офигеть и смотри какая скорость сейчас я буду огребать похоже давай давай скотина несет что долго не случилось и с ним чего смотри похоже что-то случилось как анекдот про киллеров да два киллера цель в подъезде ждут ждут час второй потом один второму говорит я волнуюсь не случилось ли с а вот скотина да он застрял он тупой ой тупой ой а кто это у нас ой блин я зря пошутил валим валим уйди не кричи ты так я боюсь тихо ой ты смотри ты этим убить кого-то может дурак по-моему надо было спрыгнуть вниз тогда бы вообще с ума сошел валим уйди уйди она больная вы видите нарвался ну это противник не точно не по зубам обычными методами ничего съела так где тут можно спрятаться чтобы он не нашел я даже не пойму это он или она тихо тихо он не один раз лугу рубанется и скорее всего я сразу уеду тихо ох смотри как хорошо то понятно ну что то мне говорит о том что я тут похоже не больно то навоюю ну да ладно челлендж это всегда хорошо блин тихо аааа я застрял очень вовремя смотри какая скорость это же офигеть вот тут она тупит иногда ой тихо не маши если только с помощью бага я смогу как то у нее еще ворота похоже неплохие жизни вообще не кончаются так стрелы может другие какие я не знаю там серебряными а обычные что то как то не котируются серебряные конечно против нежити всякой да вообще урона нет то есть даже вот так вот он мне урон вообще не наносит я и все равно убить не могу что самое печальное что все стрелы сейчас пропадут которые там лежат сзади вы больной вы больной посмотрите на него просто уже как этот понятно короче все загружаем все стараемся как-то потихоньку мимо него проскользнуть потому что убивать его не получится чем мы тут вообще делаем я как то особо не увидел попробуем пройти мимо посмотрим возможно там не знаю путь дальше есть хотя мне кажется это все уже последняя комната в этом подземелье здесь живет вот такой вот воин непонятный а во я придумал надо его на ловушку заманить или ее все таки вроде он сиськи видать да не поймешь да в этой комнате больше ничего нет это брать-то нечего особо если только с него но с него я думаю что прикольно наверное будет так сохранимся рис нам точно не нужен он не увидел а подожди он вроде как мирный умра продолжай пожалуйста то есть вообще не о чем нам с тобой разговаривать клинок он жаждет новых душ отлично но броня конечно что надо да все таки надо их заманить куда нибудь убить у меня просто есть ощущение что мы сюда придем по какому-то квесту потом и нам нужно будет вот именно этот персонаж чтобы убирайся отсюда пока можешь ой да ладно пока этот ладно пошли отсюда короче я не уверен что нам стоит ее убивать потому что мало ли там какой-нибудь крутой квест потом в итоге запорится просто потому что нпс будет мертв стерва хорошо пошли отсюда но как видите мод серьезно так усложнил нам жизнь но при этом сделал ее гораздо более интересной если раньше у нас везде такая уравниловка была один волк там я не знаю на первом уровне бил тебя с такой силой на десятом бил уже с другой подстраивался по твой уровень то теперь враги могут быть крайне сильными и соответственно стучать тебе так ну да ладно оп офигенность прям принц перси так ну что нужно уже добраться в этой серии до своей цели до просто расквитаться с ней как-нибудь я правда боюсь если он будет дико сложный то как нее тихо убивать то а чек народ ходит так нам довольно далеко еще скакать кстати говоря через эти два мостика можно было бы срезать на неохота ты кто грабителю моста как это банально ой ой то есть вот так вот без слов да сразу к делу хорошо о тебя мы будем довольно долго бить тихо 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 так так и теперь ну ладно я хотел конечно ножиком тебя побить да не вышло ушлые какие офигеть грабят на ровном месте это отмычка лошадь ты как-то неплохо ее рубанули кстати говоря мечик у него вроде ничего был мячку катился куда-то похоже ну да судя по всему вот щит отстойный а меч где тоннель план пофигу ткань силу нет по моему это камень силы который нам что-то даст неплохой видок да тут же только ночью это делается лампа поскакали тогда все равно камень башни насколько я помню это воина нужно усиливает защиту усиливает там дробящее полу оружия так что ну нафиг так хорошо еще какой-то ford умбра кстати говоря что-то знакомые вообще откуда я ее знаю скорее может что-то было так почти развилка а ты кто такой родил окружен севера и востока высокими горными хребтами джерол и валус да так говорят все это произошло под носом у имперской стражи это позор конечно ничего понятно полезного нет дальше надеюсь без приключений будет просто голая дорога вроде как тут в пещеру нет ни пещера хочу уже как-то каким-то осмысленным квестом с прокачкой со всеми делами тоже пещера тут постоянно можно ходить их тут просто уйма этих пещер в каждой можно там по полчаса сидеть побольше если так будем делать у нас на самом деле там серии 500 будет мы сходим но попозже так тихо вообще нам сюда бедный олененок попал ну фиг с ним как все-таки после шеи до вода колоссус приятно на местной лошади кататься там на конечно гораздо реалистичнее была сделана но блин управлялась просто как я не знаю кусок мыла в ванной скаталась как хотела здесь все просто понятно интуитивно хорошо так это что что-то что-то интересное домик рядом стоит знать узнаем что или грим по слухам еще в часовне ангела произошла страшная беда все служители и служительницы дебиллы убиты понятно еще увидимся не факт таверна кстати говоря нужно до утра передохнуть потом двигаться со свежими силами так хотя в принципе под покровом ночи это будет даже более приятно по сути уже приехали почти ну а найти божь какую-нибудь хорошую легкую броню потому что пока что одно уродство было очень как у умбры или у нее тяжелые было скорее тяжелая хорошо вон как снасилует и все так хорошо вот мы тут так лошадка стой отдыхай нам похоже внутри нужно дела делать сохранимся так что такое граждане все нормально пришли убивать тебя за дело гражданин тебе скажи прощай по моему мне это снится клиент точно так именно снится были как-то неудачно сил подожди мне тебя убить нужно да не может быть я слушаю тебя гражданин вот понят нам вполне возможно сюда на похоже на то то это у нас тут спит такое ну-ка дверку прикроем интересно если я ему в режиме скрытности ударю не прокачанным ножиком ему сильно плохо станет нет так извини руфио но твое дело табак человек по имени руфио мертв в следующий раз когда я буду спать достаточно безопасном месте люсьен лошанс снова навестит меня и примет меня в темное братство круто шо так денег я так понимаю мы за это не получим надо спрятать пусть по запаху обнаружит через недель куда ничего при нем не было я думаю в это таверне мы ночевать не будем мало что-то начнется мы сейчас в ту отступим в которой уже были все все хорошего титане все лошадка скакали назад вообще место такое проходной да народ вроде есть вот это как-то в непонятном месте стоит шо приехали так здесь я надеюсь действительно сдают уже не заперто даже какие внутренние помещения а ну да нормально все ухты добрый вечер добрый а буки добрый день так вечер людей постель почем вообще слух какие если ты на дороге обычно можно убежать от чего угодно конечно если ты в хорошей форме и не носишь вериги понятно так тебе нужна постель у меня она найдется если у тебя есть 10 золотых чтобы заплатить за нее я сниму комнату это вверх по лестнице первая дверь чему не нужно многому научи нет изменения мне не нужно тебе не помешают добрые еда и хорошая выпивка уже лет два золотых пофигу отлично так чуть чуть продать надо вот мне допустим зачем мне зелье волшебства шо эти продадим это неприемлемо подожди чё не так а у нее деньги кончились и теперь я смогу да ну да странно у нее то есть 50 золотых но при этом блин я не понимаю мисс система маленькая тупая все хорошо я уважаю давай пока кошечка пока так а ты что с джиро ты поможешь мне найти мои гигантские картофелины ну чё у тебя на голове такой чё за гигантский картофель пожалуйста помоги мне найти их если они не найдутся как я буду печь мой знаменитый картофельный хлеб что же тогда я буду делать как глупо с моей стороны было оставить их снаружи без присмотра я всего то хотела дать им побольше солнца но только я отвернулась они исчезли я видела как кто-то убегал на запад но я была слишком напугана чтобы пойти в лес одной пожалуйста помоги мне я хорошо заплачу тебе клянусь ну хорошо так ты что скажешь что я могу сделать для тебя ничего так ну что пойдем наверх посмотрим придет ли к нам а какие что новенького недавно в воде мне померещилась стаи грязевых краб я стараюсь держаться от них подальше так туда грязевые крабы с толстыми панцирями и острыми крышнями так ну что поспим 12 часов с утра выдвинемся посмотрим куда если придет а какие то по его делам либо по картофель так дело сделано а ну понятно откуда я знаю это скоро ты поймешь что темное братство знает очень многое ибо теперь ты часть нашей семьи помолчи хорошо запомни мои слова убийство руфио стало подписанием соглашения манера убийства твоя подпись кровь руфио чернила как уведомитель черной руки я руковожу определенной группой членов семьи ты присоединишься к группе и будешь выполнять все данные тебе контракты теперь тебе следует отправиться в город чейдин холл в заброшенный дом около восточной стены спустишься в подвал и ты попытаешься открыть черную дверь тебе будет задан вопрос ответишь так кроваво-красный брат мой тебя впустят в убежище пройдя внутрь поговори с ачивой ачивка сейчас мы должны проститься ты и я ибо нас ждет много работы я буду наблюдать за твоим продвижением добро пожаловать в семью хорошо расскажи про договор знай каждый темный брат или сестра дитя ситиса тот кого мы называем ситисом имеет много других имен хаос рок раздор ситис это пустота мы темное братство служим матери ночи возлюбленной ситиса мать ночи правит своими детьми при помощи ужасной черной руки черная рука руководство темного братства один слушатель и четыре уведомителя четыре пальца и большой палец если тебе так больше нравится будучи членом темного братства тебе следует соблюдать пять догматов это законы что направляют и защищают нас что за догматы пять догматов таковы догмат первый никогда не позорь мать ночи такие деяния вызывают ярость ситиса догмат второй никогда не предавай темное братство или его тайны такие деяния вызывают ярость ситиса догмат третий никогда не выказывай неповиновения и не перечь приказом вышестоящих членов темного братства такие деяния вызывают ярость ситиса догмат четвертый не кради то что принадлежит темному брату или темной сестре такие деяния вызывают ярость ситиса догмат пятый не убивай темных братьев и темных сестер такие деяния вызывают ярость ситиса ну понятно мне подходит кто такой ситис ваш вообще как описать нашего отца ужаса представь безоблачную ночь холодную как зимний лед укутанную тенью это ситис понятно теперь ты принадлежишь темному братству навести ачиву в убежище чейдин холла и у тебя начнется новая жизнь так чейдин холл где он находится чувствую достаточно далеко потому что я вообще не помню такой город так озеро какое-то подожди а мы тут были по-моему это по-моему первый город в котором пришли или нет мы пришли в бруму а потом вот мы как-то попали в чейдин холл или не попадали мы туда ну как будто не было сейчас мы двинемся туда только сначала нам нужно будет выполнить квест на картошку коджитки по имени с джиро она утверждает что кто-то украл у нее весь запас гигантского картофеля который нужен ей для приготовления знаменитого картофельного хлеба так если мне удастся вернуть ее картофель то она хорошо мне наградит ушли назад отлично ну вот этим я думаю займемся в начале следующей серии вполне возможно что всю серию это займет а после этого будем двигать чейдин холл и собственно посмотрим что у нас там в темном братстве но пока что все надеюсь вам понравилось с вами был артур всего хорошего пока 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 а